Добрый день, дорогие телезрители! Это программа «Карачаево-Черкесия онлайн» и в студии ведущий Мадина Лайпанова и Виталий Каршин. Ну и напоминаю вам, что мы находимся в прямом эфире. Это означает, что вы можете позвонить нам по номеру телефона 8 800 775 0324. И я напомню, звонок с любого региона Российской Федерации абсолютно бесплатный. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 8 938 028 0080. Мы ждем ваших сообщений и звонков. И я хочу вас заранее уведомить о том, что сегодняшняя наша тема не посвящена лекарствам, врачам, скорой помощи, зараженным и прочим насущным на данный момент вопросам. Соответственно, если вы будете звонить с этими вопросами, мы, к сожалению, не сможем ответить на них ввиду нашей сегодняшней тематики. Тематика посвящена общественной деятельности в условиях пандемии. Так что убедительная просьба, если эта тема вас действительно заинтересовала, общественная деятельность в условиях пандемии, то задавайте вопросы именно по этой тематике. Ну а как видите, сегодня мы с Мадиной в масках. Это мера предосторожности. И мы очень надеемся, что все вы сейчас соблюдаете режим самоизоляции, все вы сейчас здоровы. Ну а те, кто болеет, желаем скорейшего выздоровления и самого удачного исхода болезни. Начнем по традиции со статистики на сегодняшний день. Итак, за последние сутки в Карачаево-Черкесии было выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике теперь составило 2446. Из них 675 человек выздоровели, 766 получают лечение в госпиталях. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей. Ну а сейчас о статистике по стране и в мире. Начнем с Северного Кавказа. Чеченская республика 1529 инфицированных, Ингушетия 2693, в Северной Осетии 3645 человек зараженных, в Ставропольском крае 3928 инфицированных, это плюс 86 за сутки. Кабардино-Балкария 4132 заболевших и, наконец, в Дагестане больных коронавирусом 6837 пациентов. Что касается общероссийской статистики, то суточный прирост зараженных по стране составил 7 843 человека. 10 036 пациентов выздоровели. Если говорить об общемировых данных, то официальная цифра зараженных перевалила за 8 миллионов. Вспышки наблюдаются в 213 странах. Наибольшее число пациентов с коронавирусом на сегодняшний день в Соединенных Штатах. Их число превысило 2 миллиона. На втором месте Бразилия, Россия на третьем. Замыкают пятерку Индия и Великобритания. Ну а сейчас мы заканчиваем нашу статистику и переходим к теме. Общественная деятельность в условиях пандемии. Вызовы и возможности. Ни для кого не секрет, что эпидемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. И конечно же изменения коснулись и общественной деятельности, волонтерства, некоммерческого сектора и бизнес-проектирования. Как известно, в нашем регионе реализуется множество различных бизнес-проектов. Один из которых даже получил поддержку Фонда президентских грантов. В ноябре прошлого года был реализован один из этапов этого проекта. Молодежный форум «Можешь научи». Активная молодежь училась на этом форуме создавать и защищать проекты, а также осваивала навыки лидерства. Предлагаем вспомнить, как это было. Внимание на экран. Как воспитать в себе лидера и правильно создать бизнес-проект? Как правильно получать информацию и передавать ее дальше? На форуме «Можешь научи» молодые люди под эгидой опытных спикеров учились социальному и бизнес-проектированию. Этот форум – одна из ступеней проекта «Молодежные идеи развития Карачаево-Черкесской республики», получившего финансирование из Фонда президентских грантов. Данный форум, форумы подобные этому, которые также качественно насыщены образовательной программой, которые имеют спикеров федерального и международного уровня и способствуют успешной самореализации, развитию нашей молодежи, для того, чтобы они в дальнейшем приносили пользу в вопросе социально-экономического развития субъекта. Для Дианы Чучаевой это не первый опыт участия в подобных форумах. Но считая, что нет предела совершенству, девушка старается как можно чаще посещать площадки, где может подчеркнуть новые для себя знания. Мы обсуждали все от ораторского искусства до возможности предотвращения конфликтов в одной группе. И в принципе форум и образовательная программа продуманы настолько тщательно, что за эти три дня мы смогли пройти в принципе все темы, которые необходимы для того, чтобы начать деятельность наставника. А вот Аминат Батчаева впервые решила попытать свои силы на образовательном форуме. Особенно девушку заинтересовал опыт написания проектов, которым с ней поделились спикеры. Все спикеры, они очень эмоциональны, очень достоверно объясняют информацию, подают ее очень грамотно. И все, что было ими сказано, на удивление, но все зафиксировалось здесь. На трехдневной образовательной программе ребята осваивали навыки проектирования, лидерства и наставничества, а также пробовали самостоятельно разработать и защитить актуальный для республики проект. Мы знаем, что мы иногда хотим что-то сделать хорошее, но нам не хватает какой-то поддержки, не хватает какого-то совета, не хватает порой просто фразы «Ты реально можешь, давай мы тебе поможем, давай мы вместе сделаем». И мы хотим создать такую команду ребят, которые готовы поддержать ребят. По окончанию форума эти ребята смогут сами попробовать себя в качестве спикеров по социальному бизнес-проектированию на других площадках, что, безусловно, повысит уровень социальной активности среди молодежи республики. Алина Гидеева, Назир Капушев, Архат-24. Что ж, как мы и говорили, прошедший форум был одним из этапов реализации проекта под названием «Молодежные идеи развития Карачаева Черкесской Республики». Давайте узнаем, на каком этапе сегодня находится данный проект. Гости сегодняшней программы – руководитель проекта Ибрагим Татарколов и руководитель образовательной программы Дарья Зинковская. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, коронавирус внес свои изменения. Проект стартовал в прошлом году. Был определенный план этапа реализации. Соответственно, как на сегодняшний день поменялась реализация проекта и поменялась ли в принципе, и что сегодня актуально для участников проекта? Ну, мы все понимаем, что из-за этого кризиса, коронакризиса, как его называют, что очень много произошло изменений в экономической, политической сфере. Но, как вы уже сказали, что общественная деятельность – это тоже не могло не коснуться. Отменилось очень много крупных мероприятий, и общественникам пришлось придумывать новые форматы взаимодействия. Но, с другой стороны, это, опять же, возможности. Мы понимаем, что сейчас в этих условиях мы стали привыкать к зум-конференциям. И когда мы проводим международные мероприятия, благодаря зум-конференциям, происходит снижение затрат. То есть нам не нужны перелеты, проживания. В принципе, практически в любом месте, где вы не находитесь, вы можете участвовать в этих мероприятиях, либо их проводить, главное, чтобы у вас был интернет. Точно так же с нашим проектом должно было быть реализовано 16 мероприятий, тренинговые мероприятия от одного дня до двухдневных 16-часовых тренинговых площадок. К сегодняшнему дню, да? Это должны были, да? То есть к сегодняшнему дню мы должны были провести во всех районах Карачаево-Черкесской республики. Но мы понимаем, что было два выбора. Либо вообще полностью ничего не проводить, да? Либо придумать, что делать, да? Потому что не провести, но это мы не могли себе это позволить, да? То есть потому что мы хотели принести вклад в развитие региона, непосредственно реализацию данного проекта. Поэтому мы согласовывали с фондом перевод в дистанционный формат. Были разработаны дистанционные курсы. Будет три волны дистанционного курса, который будет включать шесть вебинарных мероприятий. Каждый со своей тематикой, длительностью два академического часа. Общее мероприятие итоговое, где мы будем подводить итоги, обсуждать. Может быть у участников создали какие-то вопросы во время изучения данного курса. Причем курс будет достаточно обширный, потому что мы вначале начнем непосредственно с мотивации. Зачем участвовать в общественной деятельности, зачем реализовать проекты, какие есть возможности. Потому что порой наша ошибка, что мы не знаем всех возможностей. Мы знаем, что есть гранты Росмолодежи и есть фонд президентских грантов. А что помимо этого есть другие возможности для реализации, что не всегда нужна грантовая поддержка для того, чтобы реализовать свою инициативу. Обычно мы это опускаем. То есть это тоже будет все освещаться, обсуждаться. И вплоть до, можно так сказать, конструктора проекта. То есть мы будем разбирать социальные проекты, так сказать, по частям. Даже вебинар назвали скелет проекта надежный. То есть как у человека должен быть надежный скелет, чтобы мы могли ходить и вообще в принципе существовать. Точно так же у проектов. То есть это все будет рассматриваться. И затем будет новый формат защиты проектов. Мы привыкли, что есть заочная защита. Когда мы подаем свой проект на заочный конкурс, есть очная защита. То есть на форумах обычно у молодежи была защита, когда они выходили перед экспертами, защищали проект. В этом году, опять же, новые возможности, дистанционная защита проекта. Также, возможно, на площадке Zoom участники будут выступать со своим проектом. И будет защита перед федеральными экспертами. В рамках нашего проекта мы решили провести такую защиту. Но, можно сказать, не для того, чтобы участники переживали, какие жим оценки поставят. А для того, чтобы они, можно так сказать, порепетировали. И, опять же, мы будем звать федеральных экспертов, которые будут им подсказывать. То есть во время защиты они послушают разработанный проект, послушают идеи и предложат конкретно, что можно сделать, чтобы усилить свой проект. То есть как сделать такой проект, чтобы эксперты уже на заочной защите или наочной не смогли отказать, чтобы вы получили грант. Это будет как бы итоговая дистанционная защита. После этого те ребята, которые пройдут этот курс, причем мы вначале думали сделать обучение только для молодежи студенческой и школьной. Но так как нам пришлось сформировать, сделать дистанционный курс, мы подумали, что будет несправедливо лишать остальных возможностей в нем участвовать. Потому что у нас есть много общественных организаций, которые также участвуют в конкурсе. И сказать, нет, вы знаете, мы вот студентов берем, а вот вы думаете сами, как писать проект. И будет неправильно. Поэтому будет совершенно разная целевая аудитория. Те, которые прошли курс, получат электронные сертификаты. Ну, курс электронный, сертификаты электронные. Помимо советов экспертов, они будут также приглашены в так называемый чат с наставником, где в течение нескольких месяцев будет также вывешиваться различная информация по грантовым организациям, грантам их фондам. Может быть, каким-то отдельно будет чат по бизнес-проектированию, да, то есть какие-то интересные видео в этой сфере. И там можно будет консультироваться со своим наставником, со своим экспертом. Ибрагим, ты как руководитель проекта, скажи, пожалуйста, касательно, опять-таки, мероприятий, образовательных программ, было ли модифицировано данное мероприятие? Спасибо большое за вопрос. Касаемо тех изменений, которые внесены в структуру образовательной программы Дарья Зинковская, руководитель образовательной программы по проекту, на этот вопрос ответила, поэтому отвечу на ту часть, которая касается непосредственно проведения иных мероприятий, помимо образовательных. Значит, после того, как закончится образовательная программа, наиболее активные участники, они будут приглашены для принятия участия в очном мероприятии, которое, дай бог, при условии благоприятной эпидемиологической обстановки, состоится ориентировочно во второй половине августа этого года. Следует обратить внимание на то, что общее количество участников форума будет 100 человек. При всем при этом следует также обратить внимание на то, что в настоящее время заявок тех молодых людей, которые хотят принять участие довольно-таки много. То мероприятие, которое у нас в недавнем прошлом было проведено в формате прямого эфира, где мы потенциальным участникам рассказывали о том, какие изменения внесены в проект, в том числе и действующим участникам, какие корректировки на сегодняшний день имеют места быть, то общее количество участников было 217 человек. Два раза больше, чем участников форума. По структуре образовательной программы в рамках проведения форумного мероприятия на данный момент каких-либо изменений нет. Единственное, на сегодняшний день остается открытым вопрос, все-таки состоится ли он в очном формате. Если состоится в очном формате, то состоится ли в формате одного потока, или же он будет проведен по нескольким потокам. То есть, к примеру, 40 человек в один поток, 40 человек в другой поток, и оставшиеся 20 человек, например, в третий поток. Как один из тех вариантов, которые мы на сегодняшний день рассматриваем, реализации форумного мероприятия, которое запланировано, как я уже сказал, на август месяц этого года. Помимо этого, следует обратить внимание на то, что после форумного мероприятия планируется проведение также в очном формате при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. Это мероприятие называется ярмарка достижений. Суть данного мероприятия заключается в том, чтобы та молодежь, которая прошла образовательную программу, уже получается заочно, имеется в виду, в формате онлайн, посредством Zoom, посредством прямых эфиров в социальной сети Instagram. Но упор все-таки будет сделан на Zoom. Почему? Потому что эта площадка нам позволяет идентифицировать, был ли участник на образовательных мероприятиях, сколько времени он там пробыл, и, соответственно, на основании уже его факта, подтверждения факта его участия от начала до конца, выдачи соответствующего документа, который подтверждает, что он прошел данный образовательный курс и, соответственно, обладает необходимой компетенцией, на основании наличия которой он может готовить социальный проект или же бизнес-проект. Тут все зависит от того направления, которое изначально человек для себя выбирает, социальное проектирование или бизнес-проектирование. На ярмарке достижений, те, которые прошли образовательную программу в формате онлайн, те, которые приняли участие на форуме, которые, дай бог, при условии благоприятной эпидемиологической обстановки, надеемся, что состоится, будут иметь возможность презентовать свои проекты перед представителями органов исполнительной власти, перед представителями общественного селектора, перед представителями бизнес-сектора. Для чего это сделано? Для того, чтобы они потенциально имели возможность получить поддержку. К примеру, кто-то может получить финансовую поддержку. Чьё-то предложенное мероприятие может быть включено в план график мероприятий. Прошу прощения, какого-либо из министерств в компетенцию, которая непосредственно входит и в данное направление деятельности. Также, помимо этого, из тех представителей общественных организаций, которые также будут приглашены в комиссию ярмарки достижений, также будут и те, которые на сегодняшний день имеют опыт успешной реализации социальных проектов. Может быть, они со своей стороны изъявят желание также вовлечься в тот или иной проект или взять, скажем так, под свой патронаж реализацию той или иной, понравившейся им социальной инициативы, которая, по их мнению, в дальнейшем может принести пользу на благо Корчевчикской республики. Сказали о том, что данные условия, вернее, пандемия диктует свои условия, поменялся немного образ образовательной программы, то есть в онлайн перешли. Какие основные трудности, есть ли они? Или на самом деле это легче, чем очная реализация проекта? Сталкиваетесь с какими-то такими необычными вопросами? Опять же, во-первых, ну если честно сказать, мы очень часто устаем от постоянных конференций, зум-конференций, уже некоторые говорят, у меня аллергия на зум-конференцию, да? А с другой стороны, это, во-первых, для организаторов, это, можно так сказать, вызов организовать такое интересное мероприятие, на которое все захотят пойти, да? То есть это проверка организаторов, а с другой стороны, понятно, что человеческое общение живое, ничего не заменит, да, это сложно заменить. И тем более, когда, допустим, мы прописывали тренинговый формат, да, очный формат это одно, в рамках вебинара это совершенно другое. Сложнее, да? Да, и даже, допустим, для спикера, для эксперта тренинговой программы, то есть ему нужно дать гораздо больше информации, если он переводит вот эти, допустим, 16 часов тренингов в онлайне. То есть это гораздо больше информации, гораздо больше объема вообще переработанных кейсов, там, может быть, заданий каких-то. С другой стороны, если мы говорим про возможности, это и для участников больше возможностей, да, потому что мы, бывает, что не все могут, если, например, у нас бы проходили тренинговые мероприятия в Черкесске, да, не все из других населенных понтов могут приехать, да. То есть ограничено именно по участию. Допустим, мы знаем, что если мы проводим тренинг, 15, ну, максимум 20 человек, да, потому что больше не результативно. То есть, а если в режиме онлайн, да, то есть вы в режиме вебинаров, то тогда уже, в принципе, ограничение это уходит, да, то есть тут в зависимости от целевой аудитории, в зависимости вообще от подхода к этому, да, если ты подходишь к этому как к возможности, ты видишь различные возможности. Если ты начнешь, что у меня там не работает интернет, да, у меня там, я не знаю, где поставить, у меня плохой фон, да, то есть, в принципе, Zoom даже фон меняет, да, поэтому вот эти вот все, можно, так сказать, отмазки уходят. Поэтому, как мы к этому отнесемся, так это и будет. Ибрагим, к тебе, как к руководителю, вопрос в связи, опять-таки, с небольшим изменением формата реализации проекта. Поменялся ли экспертный состав или все люди точно те же самые? Может быть, вы привлекли кого-то дополнительно, специалисты, скажем так, по вебинарам, там, я не знаю, или вот по онлайн-форматам как-то поменяли экспертный состав? Экспертный состав, каких-либо в него корректировок не было. У нас следует обратить внимание на то, что тот экспертный состав, который имеется, он относится к категории наиболее конкурентоспособного на территории, одного из наиболее конкурентоспособных на территории Северского федерального округа. И мы очень рады, что каждый эксперт подтвердил свое участие в том формате реализации образовательной программы, который на сегодняшний день для нее является актуальным. А что касательно тематика проектов участников, изменились ли они? И может быть, в связи опять-таки с данной ситуацией? Может, что-то новые идеи какие-то посетили? Пока мы не можем на это ответить, потому что только завтра стартует первая волна, да, как мы говорили, будет три волны, то есть чтобы участники могли принять участие, допустим, завтра они не успевают, не успели подать заявку, только сегодня в прямом эфире узнали об этой возможности, и, так сказать, гугл-форму не успели заполнить. Поэтому будет вторая и третья волна. После прохождения именно обучения, тогда мы будем знать, какие у них будут проекты, да, какие проекты будут представлены на ярмарке достижений. Помимо этого, мы также планируем еще проведение прямых эфиров, совместных с грандополучателями региона, чтобы они поделились своим опытом, да, что они уже реализовали за счет, допустим, федерального финансирования. С предпринимательской стороны, с бизнес, с молодыми предпринимателями региона, чтобы они поделились, может быть, как им было сложно, как они решали свои трудности, какие это дало возможности, да, может быть, как раз-таки у наших участников, прослушав эти прямые эфиры, появятся какие-то новые идеи. А сроки реализации проекта остались прежними или тоже все-таки есть какие-то корректировки? Сроки реализации проекта, конечно же, скорректированы. В первую очередь, скорректирована реализация самой образовательной программы ввиду, опять-таки, как говорила Дарья, сложившейся эпидемиологической обстановки. Они пролонгированы на три месяца на сегодняшний день. Сроки реализации проекта в общем и целом, в том числе и сроки реализации образовательных мероприятий, сроки реализации иных мероприятий в рамках данного проекта. Это, как уже говорилось ранее, форумные мероприятия, а также ярмарка достижений. Ну что же, дорогие телезрители, хочется вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире, а это означает, что вы можете напрямую обратиться к нашим сегодняшним гостям с интересующим вас вопросом. И мы напомним, что тема нашей сегодняшней программы – общественная деятельность в условиях пандемии. И я напомню номер нашей эфирной студии. Это телефонный номер 8 800 775 03 24. А также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 8 938 028 00 80. И я напоминаю, что звонок в эфирную студию абсолютно бесплатный с любого региона нашей страны. И я напомню еще раз тему общественная деятельность в условиях пандемии. Мы продолжаем. Ребят, помимо того, что вы являетесь, вот, Ибрагим, руководитель проекта, ты руководитель образовательной программы, извиняюсь, помимо этого вы эксперты федерального уровня в направлении, да, социального проектирования, бизнес-проектирования. И хотелось бы немного узнать о том, как все-таки поменялась, да, общественная деятельность. Вот, опять-таки, в условиях коронавируса каждый занимается, помимо проекта, еще дополнительно, ну, курирует несколько направлений. Ибрагим, в том числе, еще и в Министерстве туризма, да, у нас, как бы, работает. Вот, расскажите, пожалуйста, что нового в общественной сфере у нас, вот, как все поменялось на данный момент? Даша, давай с тебя, наверное, начнем, да? Ну, давайте, ну, во-первых, сами грантодающие организации, вот, опять же, если мы говорим на нашем примере, очень лояльны стали грантополучателям, потому что они поняли, что нам приходится переформатировать проекты, да, переделать. Даже если изначально этого не было в проекте, они очень лояльно подходят, когда ты им обосновываешь причину, обосновываешь формат, почему новое проведение. То есть они стали изменять, даже, причем, те грантодающие организации, которые обычно не меняли вообще, то есть даже они, как бы, пошли навстречу. Помимо этого, ну, вы, наверное, все знаете, что 15-го числа был подведен, подведены итоги фонда президентских грантов. Кстати, поздравляю, два, три проекта Карачаево-Черкесской республики получили грантовую поддержку. И помимо этого, уже вчера, 16-го числа, был запущен новый конкурс, который изначально не предусматривался в фонде президентских грантов. Конкурс, именно посвященный некоммерческим организациям, которые, ну, сейчас так на острие ножа находятся, да, которые пытаются либо снизить негативные последствия данной эпидемии, либо, может быть, помочь целевой аудитории, которая столкнулась с, наиболее, больше всего столкнулась непосредственно с трудностями. Там немножко изменился конкурс, потому что, если мы говорим про фонд президентских грантов, там, по-моему, около 12 направлений было, то именно в данном конкурсе у них всего три направления – это социальная защита, социальная поддержка и защита населения – это первая номинация. А вторая номинация – это помощь семьям, материнству, отцовству, детству, поддержка. И третья номинация – это вовлечение в здоровый образ жизни, да, то есть чтобы мы не пришли к врачу, когда уже поздно, да, чтобы мы заранее думали, какие у нас негативные последствия. Профилактика, в общем-то. Самое главное, что кто должен подаваться на данный конкурс, на данные направления – это те организации, которые уже имеют опыт работы с данной целевой аудиторией, в данной сфере, которые уже делают благие дела и которые хотят дальше продолжать действовать в этом направлении, также могут податься на этот конкурс, причем конкурс проводится, если обычно фонд президентских грантов дольше подводит итоги, чтобы подождать, когда подойдутся итоги, когда начать реализацию проекта, должен быть определенный срок, то сейчас уже в данном конкурсе с 1 сентября можно будет уже начать реализацию проекта, и он может продлиться 16 месяцев. Обычно как бы год, а тут да, 16 месяцев, поэтому это опять же уникальные возможности. Даже если мы говорим про другие грантодающие организации, были вот, допустим, у конкурса фонда Горчакова, который также рассматривал новые подходы, то есть как работать им непосредственно на международной арене, с международным взаимодействием посредством цифровых технологий, да, то есть как сделать так, можно сказать, чтобы снизить риски. То есть если мы раньше были не готовы, что когда-нибудь это произойдет, да, вот мы, допустим, в марте в Москве обсуждали с коллегами реализацию нового проекта международного в сфере дипломатии, и это было начало марта, мы никак не могли подумать, что буквально через 2 недели вот это случится, да, и что какие международные, какие поездки там в другие страны, если тут ты не можешь даже в соседний регион поехать и, в принципе, по городу перемещаться. Поэтому очень много фондов пошли навстречу, открыли новые конкурсы, поэтому только от нас зависит, как мы вообще будем это использовать. И, Брагим, что касательно нашего региона, и опять-таки твоего опыта, да, как эксперта федерального, как у нас обстоит в регионе дело, есть ли какие-то сподвижки, не знаю. Ну, первое, на что следует обратить внимание, это как и по проекту Мир, короче, Карачаево-Черкесской Республики, Малой Южной Идеи Развития, так и по другим социальным проектам, так и по бизнес-проектам, которые реализуются на территории Карачаева-Черкесии, есть значительные корректировки по социальным проектам. Конечно, это изменение форматов проведения. Тут следует обратить внимание на то, что ранее, как для Карачаево-Черкесской Республики, так и для Северказского федерального округа и всей России, проведение такого большого количества мероприятий в онлайн-формате, его ранее не было. Здесь следует обратить внимание на несколько проблем в связи, скажем так, с переходом. Первое, повысился уровень конкуренции. То есть, если мы говорим о том, что ранее, к примеру, те или иные мероприятия, они были распределены в течение года, и на сегодняшний день получилось таким образом, что основное количество проектов социальных, целевой аудиторией, которая является молодежь, к примеру, в возрасте от 18-25 лет, то основные мероприятия, они были по плану, графику, реализации практически большого количества, всех не буду говорить, но большого количества социально значимых проектов, направленных на ту целевую аудиторию, о которой я сказал, они были во временной промежуток с марта по август. И вот сейчас получилась как раз ситуация обстоит таким образом, что с проведением учебных мероприятий на территории всей страны это не представляется возможно, и в связи с этим все начали переходить в формат онлайн. Появилось больше мероприятий, чем было раньше, плюс здесь следует обратить внимание на то, что все-таки площадка Zoom, она на сегодняшний день не для всех знакома. Тот формат проведения образовательных мероприятий, который характерен для настоящего времени, он не для всех знаком, 90% с этим не сталкивались. Большое количество, конечно же, имело представление, имело непосредственный контакт, опыт проведения, опыт участия в тех мероприятиях, которые имели параллельную трансляцию, например, в Инстаграме в формате прямого эфира или же в YouTube формат прямого эфира. А здесь совершенно другая площадка, с которой практически никто не был знаком, и совершенно иной формат проведения. С другой стороны, новые компетенции. Новые компетенции, да, но с другой стороны, это, конечно же, внесло свои корректировки. Плюс здесь следует обратить внимание и на составляющую номер 2, это живой контакт. Все-таки проведение мероприятия в определенной географической точке, скажем, пусть это будет там Архиз, где собирается там 100 человек, и где непосредственно в течение трех дней, четырех дней, пяти дней проводится и образовательная программа, проводится и формат защиты, предзащиты проектов, формат консультирования с экспертным сообществом, он, конечно, на сегодняшний день является более конкурентоспособным и более эффективным, ввиду чего? Первая экосистема. Все три дня или пять дней, в зависимости от того, сколько дней у кого проходит мероприятие, участники находятся, скажем так, в рамках одной волны, они думают в одном направлении, цель одна и та же, да, занимаются одним и тем же, и здесь, следовательно, конечно, следует говорить о том, что имеет место быть синеретический эффект. Также, помимо этого, следует обратить внимание на то, что все-таки формат именно живого общения, он позволяет зарождаться большему количеству социально значимых идей, людей, которые в дальнейшем при благоприятных условиях перерастают в проекты, которые в дальнейшем реализуются, будь то социально значимых, будь то проект социальный, будь то бизнес-проект, хотя бизнес-проект, они тоже являются все социально значимыми, как мы это поняли, вот, поэтому здесь следует обратить внимание, наверное, на вот эти две составляющие. Конечно, как вы заметили, есть и плюсы, плюсы в плане обретения новых компетенций, soft skills, также, помимо этого, здесь следует обратить внимание на то, что очень многие, наверное, для себя поняли, что необходимо пересматривать сметы в дальнейшем. То есть здесь имеется в виду, что, к примеру, есть ли какая-либо необходимость в живом присутствии эксперта, который будет выступать, к примеру, полтора часа, и по нему не предусмотрено активной работы в течение последних двух, последующих двух дней активная рабочая в части консультирования по проектам, в части проще пригласить, да, проще провести зум-конференцию, да, участники могут быть в зале, участники могут находиться на одной территории, но, например, не осуществлять дополнительных расходов на транспортировку, не осуществлять дополнительных расходов на проживание, питание, эксперты. И следовательно, конечно, здесь, мне кажется, что будет легче и проговаривать его гонорар. То есть, к примеру, если он приезжает, проводит, то это, безусловно, одна сумма, а если это зум-конференция, когда он находится в комфортной для него среде, когда ему нет необходимости преодолевать там несколько тысяч километров расстояния, еще несколько дней, несколько раз побывать в аэропорту, прошу прощения за тавтологию, то, конечно, здесь уже легче, скажем так, идти на контакт, легче пересматривать гонорарные условия эксперта. Но, с другой стороны, не увидеть Карачаево-Черкесию, не увидеть город. Лишь это такой возможности, да? Но это с точки зрения эксперта. Но при этом стоит отметить, что информация же быстрее получается, доходит до людей. То есть, не надо ждать, да, там, опять-таки, пока приедет человек, пока вот это вот войдет в рабочее состояние и так далее. Даш, опять-таки, возвращаясь к тебе, ты участвуешь во многих форумах, опять-таки тебя приглашают на многие социально значимые бизнес-форумы. Вопрос, вот опять-таки, возвращаясь к условиям пандемии, меняется ли тематика представленных проектов? Люди начинают ли задумываться, может быть, на эту тему в последующем? Да, сегодня мы столкнулись с этим, но, может быть, в будущем, может быть, нечто подобное повторится? Вот как реагирует? Спасибо, Мадина, отличный вопрос. Вот раньше, когда мы обучали, допустим, социальному проектированию, мы всегда там цели, задачи и прочее, смарт-тест, да, что такое цель по смарту. И вот, допустим, понятие, как свот-анализ, да, то есть анализ риска, возможности, считалось, ну зачем? В принципе, можно проанализировать, но именно сейчас в данной ситуации мы поняли, что насколько нужно анализировать вообще риски, то есть что может случиться, и какая должна быть альтернатива, да, то есть если мы понимаем, что, ну вот, так случилось, да, что мы не можем проводить очные мероприятия, если бы мы заранее думали, да, что так вообще, в принципе, возможно, это как бы даже в голову не могло прийти, вот, тогда мы еще, может быть, на этапе подачи заявки, допустим, если мы говорим про Мир КЧР, мы бы могли подумать, что, а можно вот так провести, да, то есть нам это оказалось в такой ситуации, что мы уже, в принципе, стали рассматривать дистанционный формат, когда уже поняли, что как бы вот мы очного не дождемся, да, если мы будем... Судя по всему, да. А если мы будем ждать, то придется продлить проект как бы не на три месяца, а как бы на годик желательно, вот, поэтому это, во-первых, и для молодежи толчок к тому, что нужно анализировать, и даже вот когда сейчас они будут подавать заявки на конкурс, потому что сейчас идет фонд президентских грантов, фонд Апатанина есть конкурсы для НКО, то есть очень много действующих непосредственно грантовых конкурсов, то уже сейчас лучше, если вы хотите, чтобы ваша заявка была конкурентоспособной, лучше, мало того, что у вас есть ваш вариант проекта, да, чтобы вы придумали альтернативный, что делать, если, допустим, вторая волна начнется, а первая еще не закончилась, да, то есть мы не успели выйти, допустим, из этой ситуации, или наоборот, вы прописываете дистанционный курс, а все хорошо, все замечательно во всех регионах, и вы можете провести очное мероприятие, да, то есть мы заранее должны уже думать два варианта решения тех или иных ситуаций. То есть люди должны быть готовы к форс-мажору, скажем так. И еще, помимо того, что ты эксперт федерального уровня, у тебя большой опыт с некоммерческими организациями, мы даже знаем, что ты одну из них возглавляешь, возглавляла, да, там, в общем. Еще, надеюсь, возглавляешь. Да, возглавляешь. Скажи, пожалуйста, вот как сектор НКО данной ситуации, вот на сегодняшний день, с одной стороны, вроде бы, как бы всех коснулось и в какой-то степени пострадали, но с другой стороны же это опять-таки новые возможности. Вот для НКО сегодня какие возможности может дать та же пандемия? Во-первых, если мы говорим про кризис корона, да, то есть мы знаем, что экономика пострадала, политическая сфера, да, то есть страдает, обычно это все обсуждает. Но то, что, допустим, эта ситуация дала возможности для общественности, и раньше мы, конечно, слышали про волонтеров, добровольцев, но так как сейчас, да, то есть когда и по федеральным каналам, и везде говорят именно про добровольцев, которые помогают, про всероссийскую акцию «Мы вместе», да, то есть именно такого акцента на добровольчестве не было. А мы понимаем, что когда мы говорим про некоммерческий сектор, то в основном там упор идет именно на добровольческую деятельность, да, то есть, во-первых, это, ну, конечно, на не очень позитивном фоне реклама, да, там добровольчества, но мы понимаем, что именно добровольцы сейчас как бы на острие, да, то есть они помогают, они это все тянут. Если, допустим, мы говорим про бизнес-сферу или просто про наемный труд, то в основном как бы все в режиме самоизоляции сидели дома, то именно некоммерческий сектор, который занимается там добровольчеством, волонтерством, участвует в акции «Мы вместе», они как бы дома практически не сидели, да, то есть они как бы пытались помогать нуждающимся, они пытаются помогать, и, как я уверена, что еще будут, да, то есть мы понимаем, что это возможности. Плюс, ну, мы слышим про поддержку предпринимателям, да, про поддержку некоммерческого сектора, вот, наверное, все, кто связан с некоммерческим сектором знают, что сейчас вот в этом месяце еще идут льготы по ФСС, то есть если, допустим, у вас заложена оплата труда, команды проекта, оплата, допустим, экспертного участия в проекте, то можно, если оплатить сейчас как бы по договору трудовому или ГПХ, то можно как бы, ну, можно так сказать, сэкономить, да, на именно социальном страховании, в фонде социального страхования. То есть это тоже как бы возможность, потому что эти средства, опять же, можно отправить дальше на деятельность. То есть тоже есть такая поддержка. Ибрагим, а в Карачаево-Черкесии, вот опять-таки, в связи с обстановкой некоторые направления общественной деятельности, они получили новый толчок к развитию, среди которых, опять-таки, и добровольство, и добровольчество, да, и волонтерство. Вот немного о состоянии в нашем регионе, вот в этой сфере. Скажи, в общем, как у нас сегодня? Ну, следует обратить внимание на то, что в настоящее время Министерством туризма и кротов молодежной политики Карачаевской Республики, как и ранее, проводится колоссальная работа по работе и развитию волонтерского движения Карачаевской Республики. Здесь следует обратить внимание еще на то, что этих волонтерских движений, волонтерских направлений в Республике у нас их несколько, и каждая из них на сегодняшний день приобрело более высокий уровень актуальности, чем раньше. Об этом свидетельствует то, что на федеральном уровне президент Российской Федерации учредил специальную государственную награду, которая как раз-таки предназначена для представителей сферы добровольчества, ну, волонтерства можно так либо так называть. И при этом, конечно же, на федеральном уровне те изменения, которые есть в данной сфере, они, конечно же, и коснулись Карачаевской Республики. Но при этом следует обратить внимание на то, что если мы рассматриваем именно эффективность работы с волонтерами, которая была проделана ранее, то здесь, конечно, Карачаевская Республика показала более высокие и конкретно способные результаты по сравнению и с другими субъектами Северкорского федерального округа, и с другими субъектами России. То есть мы готовы оказались, да? Да. Наши волонтеры, скажем так. Благодаря той работе, которая была проведена эффективно ранее. Конечно, лучше бы не проверять было это. Ну что же, дорогие телезрители, я напоминаю вам, что если вас интересуют вопросы, касающиеся общественной деятельности, волонтерства некоммерческого сектора и бизнес-проектирования, прямо сейчас у вас есть возможность задать вопрос нашим гостям, которые наверняка смогут на него ответить. Сделать вы это можете, позвонив нам по номеру телефона в эфирную студию 8 800 775 03 24. Звонок абсолютно бесплатный, мы ждем вашего звонка. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 8 938 028 0080. Ваше сообщение мы сразу же прочитаем, как только вы его, конечно, напишите, и зададим вопрос экспертам, которые наверняка смогут на него правильно ответить. Ну а мы продолжаем. Итак, хотелось бы вернуться к теме нашего разговора, да, общественная деятельность, она в условиях пандемии, но любая пандемия имеет тенденцию заканчиваться, и мы будем надеяться, что это очень скоро произойдет. Вот посткризисные условия, они каким образом, на ваш взгляд, отразятся на развитии, опять-таки, некоммерческого сектора, да, экономики и вообще, в принципе, бизнес социального проектирования? Какие будут последствия уже после пандемии? Ну, понятно, что человек предполагает, а Бог располагает, да, мы с этим столкнулись сейчас, как никогда, вот. Но мы понимаем, что, во-первых, мне кажется, и даже бизнес-сфера, да, то есть наемный труд, очень многие уйдут именно на дистанционную работу, потому что поняли, что это снижение затрат, да, то есть это больше возможности, то есть, скорее всего, не только социальная сфера будет это рассматривать, плюс, опять же, если мы говорим про социальную сферу, очень многие некоммерческие организации будут рассматривать, как Ибрагим уже сказал, что не всех экспертов есть смысл приглашать, можно организовать дистанционно. Если мы говорим, непосредственно, про молодежь, которая ждет, жаждет, надеюсь, очень хочет участвовать в новой форумной кампании, то для них, опять же, возможности. Мы очень часто им говорили, что для того, чтобы получить грант, нужно задумываться о проекте не на самом форуме, да, то есть не за день до защиты, а гораздо ранее, да, и сейчас они понимают, что для того, чтобы реализовать социальную инициативу, не всегда нужны деньги, да, то есть можно провести дистанционно, какие нужны задержки, издержки, если мы проводим зум-конференцию. Если она ограничена, допустим, 40 минут, то, в принципе, даже оплачивать зум-площадку не надо, да, то есть нужен либо ноутбук, либо телефон и просто доступ в интернет. И уже сейчас можно начать делать какие-то инициативы, социальные проекты, и уже в рамках, если мы, допустим, говорим про наш всеми любимый северо-кавказский форум Машук, да, то есть уже на Машук приехать уже с готовой деятельностью. То есть вот, сказать, вы знаете, меня, допустим, данная ситуация с коронавирусом сподвигла, я начала делать данную инициативу, да, я вот провел вот такую работу, и вот сейчас я уже подаюсь на грант, потому что понимаю, что именно благодаря грантовой поддержке я могу ее расширить. То есть мы понимаем, что для того, чтобы что-то делать, не всегда нужны ресурсы, и мы сейчас с этим столкнулись и понимаем, что дистанционные возможности нельзя упускать. Понятно, что раньше, в принципе, и у нас даже в рамках реализации некоторых проектов были вебинары, была дистанционная работа, но понятно, что не в таком масштабе, да, то есть мы сейчас понимаем, что там практически 100% уйдет дистанционки, раньше максимум, ну, 5-10%, да, то есть такого не было, но после, как мы говорим, что надеемся, что пандемия закончится, после этого, мне кажется, что уже будет не 10%, а как минимум 40% уйдет дистанционную работу. Если же мы задели тему Машука, Ибрагим, хотелось бы к тебе обратиться. Понятное дело, что сегодня ты не совсем полностью курируешь, но когда-то ты вплотную занимался данным направлением. Наверняка ты все-таки в курсе, как сегодня обстоит дело, форум все-таки вот-вот на носу, впервые он будет проводиться онлайн. Скажи, пожалуйста, наша делегация готова, и вообще чего ждать участникам? Ну, в первую очередь следует обратить внимание на то, что как структура образовательной программы в рамках организации проведения форума Машук будет проведена в формате онлайн, так и защита будет проведена в таком же формате. А на твой взгляд, это легче для участников или все-таки сложнее? Здесь все зависит от психологического типа. Есть те, которым легче поддерживать зрительный контакт, есть те, которым легче выступать на публике, есть те, для которых не имеет значения, какие условия их на момент презентации, на момент их речи, спича окружают. Это наоборот может ему придавать энергии, придавать уверенности и предоставлять дополнительные возможности для презентации дополнительных материалов. То есть имеется в виду разыграть какую-то сценку, презентовать, скажем так, показать, дать пощупать опытный образец предмета неокр, например. Или же, если человек реализует проект в сфере культуры и искусства, дать потрогать то платье, которое она пошила, сделать показ мод на месте. То есть, безусловно, для тех, которые более качественно подходили к вопросу проработки, для тех, которые обеспечивали дополнительные материалы, возможно, для них тот формат, который был ранее, формат очный, он является более эффективным. Но при всем при этом, здесь следует обратить внимание на то, что если было бы желание, возможности найдутся, человек может презентовать его в формате онлайн, человек может дополнительно поставить монитор таким образом, для того, чтобы провести презентацию, заранее скинуть дополнительные материалы. То есть здесь, безусловно, возможности, которые можно использовать и повышать свой уровень конкурентоспособности, имеются. Теперь второй психологический тип, это те, которым легче, комфортнее выступать в той среде, которая для них является стандартной и знакомой. Здесь все зависит от того, кто к какой категории относится. По тому опыту, который у меня на сегодняшний день имеется, по взаимодействию с молодежью не только Карачао-Черкесии, но и Северкасского федерального округа и России, могу сказать, что людей второй категории больше, чем первой. Потому что все-таки молодой человек, которому в возрасте от 18 до 25 лет обладает не самым большим опытом публичных презентаций, проведения подготовки и проведения презентаций бизнес-проекта, подготовки и проведения презентаций социального проекта. И, конечно, это следует учитывать. И здесь больше, мне лично кажется, что открывается больше возможностей потенциально для тех, кто, скажем, не в самой наилучшей форме обладает компетенцией публичного выступления этим скиллом, как на сегодняшний день популярно говорить. Отвечая на вторую часть вопроса, готовили делегация Карачао-Черкейской Республики. Делегация Карачао-Черкейской Республики готова. Всегда готова, да? Со своей стороны, да, для этого со своей стороны на сегодняшний день, как и ранее, эффективно и на регулярной основе проводят работу Министерство туризма, коротых молодежной политики Карачао-Черкейской Республики. И на сегодняшний день у нас также есть договоренность с министерством о том, что наш проект также будет вовлечен в образовательную программу, то есть послужит дополнительной возможностью. Будет основная образовательная программа, и для тех, кто желает, они могут также принять участие в образовательной программе в рамках реализации социального проекта обладателя фонда президентских грантов Российской Федерации МИРКЧР и также, помимо этого, получить возможность публичной презентации в формате онлайн, о чем говорила Дарья. Это как раз-таки не к вопросу того, что беспокоиться, бояться того, что могут завалить, того, что это все может негативно закончиться. Наоборот, здесь следует обращать внимание на то и воспринимать это как возможность, возможность того, чтобы натренировать эту компетенцию, возможность для того, чтобы повысить уровень своей конкурентоспособности посредством обретения данного навыка. И еще можно чуть-чуть добавить, как раз-таки вот защита дистанционная, то, что в рамках проекта МИРКЧР будет. Мы продумали, что, ну мы пока не можем заранее говорить, раскрывать карты, кто будет федеральными экспертами, которые будут слушать, но мы, если честно, у нас уже есть договоренность, что мы постараемся сделать таких федеральных экспертов, которые потом будут на Машуке. То есть мало ли, может быть, вы расскажете о своей идее, и вам эксперты подскажут, как доработать проект, а потом вы к этому эксперту попадете на Машуке. Явно, что это будет в дополнительной возможности. Даша, опять-таки вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, а меняются ли участники форумов? То есть контингент, он сменяется? Может быть, они становятся старше? Может быть, это люди с определенными навыками? Или все так же молодые и амбициозные? А каких форумов? Очень много или дистанционных? Дистанционных, дистанционных. Потому что сейчас же большинство все-таки онлайн. Может быть, человек не мог себе раньше позволить поехать силу занятости? Может, он работал, может, еще. А сейчас есть такая возможность. Появляются ли больше желающих занятостей? Заняться, допустим, социальным или бизнес-проектированием, но людей, которые, допустим, постарше или еще что-то. Вот опять же, если основываться на опыте заявок, которые сейчас поступают на МирКЧР для участия в дистанционном курсе, если изначально мы прописывали молодежь, Карачаево-Черкесской республики, школьную, студенческую, то по заявкам у нас помимо молодежи уже есть заявки некоммерческого сектора региона. И помимо этого уже есть заявки Ставропольский край, Чеченская республика, Санкт-Петербург и Кабардино-Балкарская республика. То есть если бы, допустим, мы проводили очные мероприятия, то мы бы не могли уже другие целевые группы включить и не могли бы тем более другие регионы, потому что в рамках тренинговых мероприятий не заложено было проживание. А в рамках дистанционного мы видим уже, что и целевая аудитория расширяется, и география расширяется, то есть появляется больше возможностей. А люди появляются с какими-то дополнительными навыками, которые они, допустим, обрели в силу своей работы предыдущей? То есть старшее поколение подтягивается? Причем вот, допустим, одна заявка есть в Санкт-Петербурге, то есть явно эта девушка не поехала бы, ну, она уже, нельзя так, наверное, говорить о девушке, но старше. Именно в нашей целевой аудитории, там у нас обычно до 30 идёт мать двоих детей, и она проживает в Санкт-Петербурге. То есть явно на форум бы или к нам на тренинге она бы не смогла приехать, да, в силу занятости, в силу работы, в силу семейного положения, да. А в рамках дистанционного курса она получает такую возможность, что она его может пройти и даже защитить свои проекты. То есть всё-таки свои плюсы есть, и у людей появляется больше возможностей на данном этапе. Если говорить в общем, на ваш взгляд, экспертный, это и к тебе, и другим вопрос, и к Даше, вот сфера общественной деятельности, столкнувшись, опять-таки, с коронавирусом, справилась с этими вызовами? То есть, как бы, да, работу смогли в общем перестроить? Или всё-таки где-то больше потеряли, чем нежели приобрели, на ваш взгляд? Интересный вопрос. Мне кажется, как и везде, да, то есть есть те, кто потеряли, есть те, кто приобрели, есть те, которые смогли активно измениться в силу сложившихся обстоятельств, да, то есть стали более активны, то есть более реагировать на данную ситуацию. Но я не знаю, допустим, у меня из знакомых нету, которые вот вообще ничем не справились и закрыли никого. То есть вот именно таких случаев, что закрывают, допустим, некоммерческую организацию, я не слышала. То есть в большинстве случаев всё-таки люди смогли, да, как-то подстроиться. Понятно, что мы понимаем, что когда у нас трудности непосредственно в жизни, да, то есть нам уже не до общественной сферы, да, то есть если мы столкнулись с какими-то проблемами, не дай бог болезни у себя или близких, то мы не сможем уже реализовывать проекты. Но дай бог, чтобы у нас всех, даже если, допустим, кто-то заболел, чтобы все выздоравливали и уже дальше включались. Если говорить про наш проект, мы должны были уже реализовать эти мероприятия. Понятно, что была небольшая задержка, потому что нам надо было их трансформировать. Но опять же мы вышли ещё лучше, по-моему, из этой ситуации. Да? Да. То есть плюсы, да, какие-то дополисы. Здесь следует, наверное, обратить внимание в дополнение к тому, что сказано Дарьей. Здесь следует обратить внимание на несколько составляющих. Первое, это, конечно, внесение корректировок, оно само по себе, тем более в таком оперативном формате нет такого, чтобы оно на старте положительно сказывалось. Безусловно, 9 из 10 проектов, я так думаю, что 10 из 10 проектов, у всех были какие-либо задержки, пробуктовки, скажем так. И, безусловно, для каждого проекта, для каждой некоммерческой организации это является характерным. И до различных обстоятельств. Но основные из них, это первое, необходимость оперативной перестройки, необходимость оперативного внесения корректировок в структуру, необходимость оперативного внесения изменений в смету проекта, необходимость внесения изменений в календарный план, необходимость внесения изменений в контент-план, необходимость внесения изменений в формат реализации рекламно-информационной кампании то есть безусловно огромное количество корректировок они возникли и такой краткий промежуток короткий промежуток времени сложно сложно это сделать при том здесь следует обратить внимание на то что если да если бы мы раньше на регулярной основе проводили мероприятие формате зум если бы для организации российской федерации это было бы характерно то это один случай а когда мы ведем речь о том что формат был в большинстве своем другой а в течение двух-трех месяцев он кардинально меняется это срок то небольшой два месяца что такое на срок небольшой тем более что срок является очень коротким и для обретения каких-либо новых компетенций и для осваивания и изучения новых методов привлечения аудитории то есть если мы говорим о том что как и через канат через какие каналы реализации информационной кампании через какие каналы скажем так касание привлекать аудиторию то здесь необходимо проходить несколько стадий первая стадия это вы мы стреляем пулями они ядрами второе мы точечно да то есть мы с дину скажем так здесь под пулями и ядрами имеется ввиду и точечность также помимо этого и объем ресурсов то есть мы все таки если например что про себя в реализации информационной кампании у нас там 80 процентов это к примеру я говорю это были листовки это были баннера это были внешние рекламные носители а 20 процентов это был формат онлайн то здесь необходимо менять структуру полностью и для того чтобы определить как выявить свою целевую аудиторию какая формат реализации рекламной информационной кампании через какие каналы является наиболее эффективным посмотреть обратную связь зависимости от этого внести корректировку в структуре реализации рекламной информационной кампании оценить затраты оценить скажем так средний чек привлечения клиентам условно если мы уже будем переходить из социального и бизнес то это очень сложные процессы на которые но двух миль два месяца это крайне мало средний среднем это занимает от 6 до 9 месяцев здесь срок сокращается на 3 мин на 3-4 раза но слава богу на сегодняшний день следует обратить внимание на то что государство не осталось стороне оказала поддержку некоммерческому сектору в том числе вот следует обратить внимание на тот вид поддержки который действительно стал значимым это предоставление возможности экономии на отчислении во внебюджетные фонды здесь следует обратить внимание что отчисления во внебюджетные фонды для того чтобы было понимание какой его размер он составляет 33 целых два десятых процента серьезно сом примеру если заработать если фонд заработной платы в месяц составляет 200 тысяч рублей то 60 тысяч рублей с копейками вы экономите и при всем при этом на сегодняшний день и фонд президентских грантов и другие федеральные структуры которые со своей стороны предоставляют грантовые средства предоставляют субсидии они идут на встречу в большинстве своем и предоставляют возможность несения корректировок в смету проекта внесения к запасам вершину проекта согласно которым вы имеете возможность оплачивать авансом то есть вы можете авансом оплатить на несколько месяцев вперед тому эксперту который у вас будет выступать но при всем при этом если среди служителей есть руководители государства в бюджетных учреждений то для них в этом плане изменений нет государственные бюджетные учреждения авансом платить большинстве случаев не может поэтому если мы говорим о некоммерческом секторе то конечно данный вид поддержки о котором я только что сказал он является крайне значимым и он со своей стороны позволил большинство некоммерческих организаций продлить срок реализации проекта не просто скажем так без дополнительной финансовой поддержки а за счет сэкономленных средств предоставленных государством увеличить срок оплаты работы эксперта то есть к примеру у вас срок реализации проекта продлился на три месяца экономия на отчислениях вполне бюджетные фонды экономия на командировочных и презентационных скажем так расходах позволили сформировать тот фонд денежных средств на основании новичок которого вы можете пролонгировать срок выплаты срок выплаты заработных плат то есть кстати чуть добавить потому что я забыла если честно то что проблема уже была решена у меня допустим по своей организации если мы говорим про фонд президентский до что очень многие фонды шли на уступки и переделывали проекты но не все проекты можно переделать и непосредственно по моей организации один грант приходится сдавать вернальный грант да потому что я понимаю что его никак не перевести в онлайн формат да то есть там именно нужно участие очное участие это был международный проект вот но почему об этом забыла потому что а он был поддержан и регионом и в том числе фондом горчакова и мы с фондом горчакова договорились что мы перенесем на следующий год срок реализации то есть региональный я просто сдаю да то есть я от него отказываюсь но фонд горчакова поддерживает и мы будем уже проводить следующем году потому что тогда мы сможем надеемся что сможем составить именно международную составляющую проекта. Что ж, стоит сделать небольшой вывод, какие бы испытания нам не выпадали, да, они делают настолько сильнее. Будем надеяться, что все это скоро закончится, и все вернется в привычное русло, но люди обзаведутся новыми компетенциями. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был руководитель проекта «Мир идей развития Карачаева Черкесской Республики» Ибрагим Татаркулов и руководитель образовательной программы того же проекта Дарья Зинковская. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. Вам спасибо. Ну, а это была программа «Карачаева Черкесия онлайн». Также следите за вечерними выпусками новостей Архиз-24. Оттуда вы можете узнать самые свежие новости. Ну, а мы увидимся с вами на этой неделе. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова